Уважаемые коллеги, мы переходим ко второй части нашей конференции. Во второй части у нас презентация касательно конституционного контроля международных договоров. И здесь со своим опытом поделится наш коллега из Республики Молдова Владимир Гроссов. Пожалуйста. Благодарю, уважаемые дамы и господа. Я очень рад присутствовать здесь и постараюсь дать ответы на некоторые вопросы, которые уже прозвучали, включая из сравнительного опыта разных стран в области проверки конституционности международных договоров. И, естественно, я сделаю и маленькие экскурсы в практику проверки на предмет конституционности международных договоров, которые имеет конституционный орган в Республике Молдова, Конституционный суд, юриспруденция нашего Конституционного суда и вообще и Конституции Республики Молдова, чтобы мы могли сравнить ситуацию с Кыргызской Республикой и обогатиться друг друга опытом. Я продолжу свое представление на английском языке, потому что в моем разговоре с секретарием Венецианской комиссии мне сказали на английском. Я не удосужился спросить, можно ли на русском, но я представлю на английском. И потом, если будут какие-либо вопросы, дебаты, я, наверное, буду участвовать на русском языке, чтобы было ближе и понятнее. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, огромное спасибо. Я начну свою презентацию, которая называется «Конституционный контроль международных договоров, вызовы для суверенности и пакт сонсервантой, принцип пакт сонсервантой в глобализованном мире». Я хотел бы упоминать, что за последние три десятилетия национальные конституции они расширились, в них были внесены международные нормы, они расширились. И также мы стали употреблять принципы международного права, международных договоров, в своем законодательстве. Они также приобрели юридическую силу в лекальной правовой системе. И в некоторых конституциях говорится о превосходстве, либо же о приоритетности международного права над национальным правом. Данная тенденция и данные схожисти конституции, они имеют объективное объяснение в развитии мира и в развитии глобальных взаимоотношений. Бывшие социалистические страны, блок распался, и возникли новые страны, в частности Молдова, например, Кыргызская республика, появились другие государства в Восточной Европе и Центральной Азии. И все эти новые государства, они хотели обеспечить своей независимостью, суверенностью, свое место на карте мира путем продвижения в сторону принципов и ценностей Организации Соединенных Наций, которые прописаны в документах этих международных организаций. В частности, это принцип мирного взаимосуществования и не вмешательства в дела другого государства. И Ассоциация Европейский Союз и обмен компетенцией с Европейским Союзом, они определяют Конституции новых и старых членов Европейского Союза. И во Франции, и в Германии, и в других странах, которые изменяют Конституцию, для того, чтобы стать странами-членами нового Уголовного Кодекса, Международного Уголовного Кодекса. Но почему государства должны вообще вступать в отношения с другими государствами? Зачем вообще заключать соглашения с другими государствами, и каким образом подвергать опасности свою суверенность? Совсем недавно в последнем решении Молдовский Конституционный Суд указал, что право государства принимать на себя международные обязательства – это элемент суверенности. То же самое в этой же цитате говорится о том, что государство, тот факт, что мы являемся членами международного договора, мы таким образом действуем в рамках международных положений. Поэтому, будучи членом ООН и будучи членом Европейской Конституции по правам человека, либо же подписантом других международных договоров, это то же самое, что передача государственных обязательств. И таким образом мы должны соблюдать все решения, которые принимаются международными институтами, например, в целях безопасности ООН, Европейский суд по правам человека и так далее. В целом, международные соглашения, они должны рассматриваться в качестве инструментов координации воли разных стран. Таким образом, мы должны использовать свою суверенность. И господин Танчев, и другие члены Венецианской комиссии в глобализованном мире для защиты государства и национальных интересов здесь требуется, наоборот, использовать свою суверенность и не противоречить ей. Я хотел бы больше говорить о роли институтов в обеспечении работы международных договоров в Молдовской Конституции. Наша Конституция, как и другие Конституции, которые были приняты в 90-х годах, там говорится об особой роли международных институтов, международных обязательств и международных договоров. Статья 8, например, о Конституции Молдовы, говорит о том, что Республика Молдова, она должна соблюдать хартию Устава ООН, простите, и все другие международные договоры для того, чтобы основывать свои отношения с другими государствами на общих, общепризнанных правах, принципах международного права. В соответствии с второй статьей, вступление в силу международных договоров, которые содержат положения противоречия Конституции, они должны быть рассмотрены Конституционным судом. Седьмая статья Конституции, а также говорит о приоритетности международного права над всеми другими законами и положениями, и в случае противоречия Конституционные положения имеют приоритетность. В то же самое время четвертая статья Конституции Республики Молдова говорит об особой роли прав человека в международных соглашениях, в которых говорится о правах и свободах человека. Таким образом, Конституционные положения по правам и свободам человека должны толковаться и применяться в соответствии с международной декларацией ООН по правам человека и другими договорами, которые были подписаны Республикой Молдовой. И каждый раз, когда мы говорим о правах человека и других договорах, которые подписала Молдова, и противоречия с национальным законодательством, приоритетность отдаётся международным положениям. Таким образом, содержание положения нашей Конституции по правам человека и свободам человека они должны совпадать с соответствующими правами и свободами, которые прописаны в международных документах Европейских судов по правам человека, механизм по защите права человека ООН и другие компетентные органы в данной сфере. Таким образом, международные договоры по правам человека, они имеют конституционную ценность и уровень защиты в Республике Молдовы, и они также имеют, как я уже сказал, приоритетность над другими нормативно-правовыми актами. И в глобализованном мире, когда государства вступают в соглашения и организовывают союзы и группы государств. Допустим, когда мы говорим, в нашем случае мы не должны избегать контроля компетентных органов, в частности, конституционного контроля, для того, чтобы гарантировать приоритетность суверенной власти народа и его воли к разделению властей внутри страны. Даже если содержание международного договора предусмотрено в положениях разных стран, очень редко в сравнении с другими правовыми актами. Данная ситуация, она применяется в отношении Республики Молдовы. Просто в некоторых отдельных случаях в отношении конституционной сети международных договоров они были рассмотрены конституционным судом Молдовы за 20-летнюю историю. И, используя сравнительный метод анализа, мы можем говорить о том, что предварительный контроль, контроль, он может применяться конституционной юрисдикцией по запросу соответствующего органа, перед тем, как данный орган вступает в силу. То же самое, как в Кыргызстане и Молдове. Либо же автоматически, вот в Испании, в Колумбии, в других латиноамериканских странах, то же самое. В последнем случае правительство, они отказаны, перед тем, как принимать закон о ратификации, либо перед тем, как они должны отправить данный договор в конституционный суд для того, чтобы был осуществлен контроль конституционной предварительной. И, таким образом, обязательный контроль договора в соответствии с контролем по запросу дает больше правовой определенности перед тем, как государство вступает в международные отношения. И в этом случае крайне важно отправить на конституционный контроль не только сам текст договора, но также важно отправить сам законопроект, которым будет ратифицироваться данный договор, для того, чтобы оба документа были на руках конституционного суда. И оба реконституционными. Для того, чтобы соблюдать баланс между эффективностью правосудия и чтобы не обременять конституционную юриспруденцию, крайне важно иметь дело только с некоторыми видами международных договоров. И в свете 105-й статьи Конституции Молдовы Конституционный суд Республики Молдова осуществляет по запросу обзор конституционности законов и решений парламента, президентских указов, решений и постановлений правительства, а также любых других международных договоров, подписанным которых является Молдова. И здесь я хотел бы подчеркнуть разницу между Кыргызской Республикой и Молдовой, потому что наша Конституция, она говорит о том, что Конституционный суд, он реализует конституционный контроль международных договоров, которые подписаны, которых является Молдова. Отличие от Кыргызстана и других государств, у вас, насколько я понимаю, есть положение, что до того, как вступают в силу договора, в части совпадают, в части небольшая разница, но это разница крайне важная. И Республика Молдова, она выбрала последующий, то есть апостериорий обзор, что касается конституционности международных договоров, и юриспруденция Конституционного суда Молдовы в разные периоды времени, она включала и предварительные апостериори, и последующие апостериори, то есть две модели контроля. Что касается Республики Молдова, я думаю, что многие другие страны имеют похожее и схоже положение взаимоотношений между Конституцией и международными договорами. Это регулируется статьей 8 Конституции Молдовы, которая говорит очень четко о том, что вступление в силу международного договора, если оно противоречит Конституции, здесь потребуется предварительный конституционный контроль. То же самое говорится в статье 54 Французской Конституции, например. Я в вашем законе тоже посмотрел, у вас схожее положение, но оно на уровне закона у вас, а не на уровне Конституции. Но в любом случае у вас, у нас это прописано в Конституции, у вас это прописано в законе. Таким образом, Молдовская Конституция и законы, они требуют полного соблюдения международных договоров с конституционными положениями, в случае, если Молдова решит стать страной-участницей международного инструмента. И таким образом, в соответствии с Молдавским законом по международным договорам, у нас вот схожий очень закон есть с вашим, компетентные органы Молдовы, и они обязуются соблюдать это правило, получив предварительно заключение Министерства юстиции Молдовы, и которое должно подтвердить, что данный текст не противоречит Конституции Молдовы. В соответствии с вышеуказанным законом по международным договорам, если Министерство юстиции даёт своё заключение и говорит о том, что данный договор, вот, скажем, это предварительный, на стадии априори, тогда договор дальше рассматривается правительством и парламентом, и впоследствии артифицируется. Таким образом, в отличие от других стран, например, от Испании, когда правительство информирует Конституционный суд, Cortes Generalis, так называется, от Испании, о заключении, о содержании данного международного договора. В Республике Молдово роль в Министерстве юстиции очень высокая. То есть мы смотрим на, например, конституционности договора на предварительной стадии, садия априори. Вот преимущества и недостатки этой системы. Самое главное преимущество, это само по себе существование модели предварительного контроля априори международного договора. Таким образом, на самой ранней стадии, до того, как договор вступает в силу, мы можем избежать потенциальной коллизии путем либо же нератификации, либо же внесения изменений. Слабость нашей системы в чем? Кто осуществляет контроль? Первое. И второе. Какой предмет контроля? И Министерство юстиции, заключение Министерства юстиции Молдовы. Это не гарантия того, что Конституционный суд на более поздней стадии вынесет другое решение. То есть это последующий контроль апостеректов, совсем недавно был принят. И второй недостаток – это самополномочия Министерства юстиции. То есть мы проверяем только в соответствии Конституции. И там не говорится, все ли процедуры ратификации либо же злоупотребления властью, либо злоупотребления полномочиями на стадии инициации, переговоров и ратификации данного договора имели место. Столько сам смосодержание процедуры не рассматривается. Что касается последующего контроля апостеректов, позже мы этого видим, Конституционный контроль имеет полномочия по рассмотрению всех этих элементов. Таким образом, и теоретической, и практической точки зрения международные договоры. Ну, может быть, ратифицироваться Республикой Молдовы и вступить в силу без предварительного контроля со стороны суда и без какого-либо пересмотра Конституции в силу того, что данное соглашение не будет передано на рассмотрение Конституционного судебного органа. В 2002 году Конституционный суд Республики Молдова имел возможность рассмотреть жалобу от депутатов парламента, которая основывалась на статье 3 Конституции Молдовы, где было сказано, что территория страны неразделима. Эти депутаты сделали вывод о том, что соглашение между Украиной и Молдовой в 1999 году является неконституционным, в силу которого это соглашение Молдова уже ратифицирует это соглашение на момент подачи обращения. Конституционный суд сказал, что если этот договор вступил в силу, он покрывается положением пакта с Сунцервандой. И в данном случае такое соглашение вступает в силу и поддержит исполнение. Конституционный контроль соглашения будет противоречить международным принципам добросовестного исправления международных соглашений и отразиться на доверии к Молдове как партнерам международных отношений и также повредит межгосударственным отношениям страны. Наконец, наш Конституционный суд заявил о невозможности осуществить Конституционный контроль о спаруемого акта и рассмотрение дела существует. Аргумент, аргументация такого решения 2002 года была поддержана решением от 2010 года. Тем не менее, за счет подписания международного соглашения в обход Конституции может отразиться на суверенности государства и на сотрудничество между государством и международным законодательством и принципам Пакта Солнца и Рванда. Затем я хотел перейти к последующему Конституционному контролю. В любом случае, вопрос Конституционности соглашений остается открытым в некоторых случаях. В частности, внесение поправок Конституции после ретификации соглашений или изменения в соглашении после того, как государство к нему присоединяется. Это статья 120 римского статуса Международного уголовного суда, которое говорит, что 7 лет после вступления в силу данного статуса генеральный секретарь ООН соберет конференцию рассмотрения поправок этот статус. То есть вопрос о некосновенности должен рассматриваться как реальность и последующий Конституционный контроль соглашений, к которому присоединена страна, не должен быть полностью отклонен. Примером последующего Конституционного контроля международных соглашений можно привести пример решения Конституционного суда в Венгрии. Он сказал в одном из своих решений 1997 года, что вступление в силу акта вместе с международным соглашением может быть подвергнут последующему Конституционному контролю. Этот же суд решил, что последующий контроль может распространяться на Конституционность международных соглашений, которые стали частью любых других законов. Если суд примет решение, что соглашение или какое-то положение является некосновенным, он объявляет о некосновенности закона, объявляющего о вступлении в силу. Это практика суда Венгрии. Конституционный суд Венгрии сказал, что законодательная власть должна обеспечить гармонию между международными обязательствами и внутренним законодательством, даже в случае, если необходимо нести поправки в Конституцию. Возвращаясь назад и к Молдове, как было сказано выше, в начале своей деятельности Конституционный суд Молдовы ограничил свою деятельность своими собственными режимами, которые обеспечивали возможность только предварительного контроля конституционности международных соглашений. Но недавно суд изменил свое президентное право и Конституционный суд рассматривает конституционность соглашений и законов о ратификации в рамках последующего контроля рассмотрений. Таким образом, в случае, рассмотренном 2014 года, в прошлом году Конституционный суд Молдовы должен был рассмотреть договор об ассоциации Молдовы с Евросоюзом. Суд после того, как принял дело к производству и стал рассматривать дело по существу, суд подробно рассмотрел это соглашение в части соответствия Конституции. Суд удовлетворился тем, что при соединении к данному соглашению все компетентные органы действовали в рамках своих полномочий и наконец суд принял решение, что само соглашение и законы ратификации соответствуют Конституции и соответствует приняло решение об их конституционности. Молдовский Конституционный суд провел полный контроль международного соглашения формально и по существу. В заключении, хотелось бы отметить, что до недавнего времени международное соглашение международное право носило более расплычивый характер, но с увеличением количества международных соглашений и примата прав человека споры между национальным и касаемым законодательством международным правом являются неизбежными, принимая во внимание последствия и соблюдение Венской конвенции международной ответственности государства, которая рассматривается и является необходимым, чтобы внутреннее законодательство предусматривало четкие правила относительно конституционного контроля международных соглашений, а также типы соглашений, которые подвигаются такому контролю. Может быть, это все виды соглашений или какой-то определенный спектр. Кроме того, время проведения такого контроля до или после ратификации или даже после вступления в силу такого соглашения. Конституционный контроль должен быть ограничен или он должен самим соглашением или законом ратификации. Кроме того, внутреннее законодательство должно принять решение, касается ли обязательным или по выбору в случае, если есть какие-то сомнения относительно ратификационности и соглашений. Все эти меры помогут государству обеспечить балласть между суверенитетом и принципом пакта Суцерванда и использовать все возможности последующего контроля, если такой режим предусмотрен внутренним законодательством. При этом всем известно, что последующий механизм позиционного контроля он также развивается с постепенным развитием международного права. Даже по мнению рядов эксперт такой тип контроля носит парадоксальный характер и непродуктивен для развития между государственных отношений в случае, если соглашение объявлено неконституционным партизм с глобализацией с создацией международных организаций всегда будет связан с форумами по этому вопросу. Римский статут международного уголовного суда является хорошим премемором. Мы входим в новый этап плюрализма и борьбой между иерархией различных правовых порядков с различными степенями развития. И для последовательного истолкования Конституции в соответствии с международным правом нужно избегать возможности противоречий между внутренним законодательством и международным правом. Кроме того существует хорошо установленный принцип международного права и в целях сохранения конституционной и литератической здоровья. Это гибкий подход обогатит за счет легитимности и кроме того будет способствовать обеспечить баланс международными принципами и принципами пакта Сокси-РВН. С этой точки зрения международный конституционный порядок и государственная конституция должны оказывать взаимное влияние и формирование друг друга. Спасибо вам за внимание. Спасибо, господин Гроссу. Мы услышали опыт с Молдовы в части проведения конституционного контроля международного договора и как вы видите у них есть как предварительные так и последующие конституционные контроли. в связи с этим наверное у наших коллег будут вопросы к вам относительно того кто может обращаться когда в каких случаях что происходит с международными договорами которые признаются неконституционными при проведении последующего контроля начинается ли процедура денонсации такого договора и как этот договор к примеру судьба такого международного договора в последующем спасибо может быть сначала я чуть-чуть прокомментирую потом конечно же you are welcome то есть если есть вопрос естественно я буду действительно рад ответить на них я хочу отметить что вот я в своей презентации отметил что это и есть небольшая но очень существенная разница между нашей конституцией законодательством и ситуации в Кыргызстане у нас в конституции прямо написано что конституционный суд проверяет на вопрос конституционности международные договора которым республика Молдова является стороной то есть стороной получается уже уже вступившей в силу то есть методом логической интерпретации но то есть не совсем это было ясно предварительный конституционный контроль и потом уже с начала прошлого 2014 года уже и последующий конституционный контроль все это появилось у нас методом интерпретации конституции конституционным судом потому что как вы видите из конституции может быть двоякая интерпретация но на первом этапе это был как я отметил в своей презентации депутаты парламента обратились конституционные суды на предмет конституционности нашего договора 99 года с Украиной по сути это был договор в котором мы обменялись очень маленькой но мы обменялись территориями ну знаете бывший советский союз опять же какие-то вопросы насчет территории с соседними странами то же самое я не знаю может быть и у вас было у многих бывших советских республик были такие и есть наверное еще такие очень насущные вопросы мы Молдова с Украиной соседние страны мы решили заключить договор и обменяться там приграничной территории там очень маленькие территории по сути дела правительство и парламент тогда посчитали что это нужно я сам до сих пор считаю что это действительно нужно было то есть о целесообразности вот коллега конституционный суд не должен вникать в целесообразность это правительство и парламент должны об этом думать конституционный суд должен думать о конституционности они правильно либо неправильно свою точку зрения я думаю конституционный суд не должен это делать но вот тогда наше правительство и парламент посчитали что целесообразно это сделать обменяться некоторые депутаты подумали что это не конституционно потому что третья статья нашей конституции говорит в принципе что в вопросах о территории надо таким простым договором просто заключить это так не получится конституционный суд тогда не добрался до существа дела остановился на admissibility stage то есть по вашему законодательству это когда решается вопрос о принятии к рассмотрению к производству да и тогда наш конституционный суд решил что не надо принимать к производству потому что если он примет к производству и будет рассматривать вопрос насчет конституционности либо не конституционности этого договора с Украиной то он может добраться до нарушения пакта сунсерванта принципа и тогда он не принял к производству получается это была юриспруденция кейс-лоу решение конституционного суда 2002 года потом в 2010 году опять же обратились с тем же договором международным договором и его и по этим аргументам и по аргументу что это насчет того же договора кто-то другой уже компетентный орган обратился он Буцман обратился у нас второй раз и тогда конституционный суд также посчитал что не принять к рассмотрению на тех же включая те же аргументы ну вот мы стали ассоциированным членом к Европейскому союзу мы заключили договор и 2 июля 2014 года прошлого года мы ратифицировали наш парламент и в сентябре 1 сентября 2014 года этот договор вошел в силу а в октябре было решение 2014 года было решение конституционного суда на предмет конституционности соответствует ли конституции этот договор об ассоциации Республика Молдова и Евросоюз и тогда вот получается наш конституционный суд ну еще не ясно полностью поменял он свою практику потому что он этим решением конституционного суда не сказал что предыдущая практика уже нон вэлит то есть не не действительно он просто ничего не говоря о предыдущей практике он сделал другую практику и уже мы в будущем наверное если кто-то опять же обратится в конституционный суд на предмет конституционности международного договора мы уже узнаем конституционный суд окончательно отверг предыдущую практику или просто дополнил развил свою конституционную практику и будет рассматривать и до вхождения и после вхождения в силу этих международных договоров Получается на данный момент эти инструменты априори и апостериори конституционный контроль у нас осуществляется конституционным судом и до и после. Но это конституционное развитие событий конституционным судом, а не законом. Это и минус, это и плюс. То есть это уже получается, что у нас действительно очень активный суд дает определенные решения, которые мы сами задумываемся. И это один. Чтобы не забыть, были дебаты, я не хотел встревать раньше и давать вопросы, потому что вы увидели частично у меня были ответы на дебаты и вопросы, примеры в моем рапорте, который я представил. Чтобы не забыть, я хотел просто прокомментировать свою точку зрения, как у нас бы поступили в Республике Молдова, если вот был вопрос насчет, есть ли сторона по делу ответчик, когда до вхождения в силу, как было бы смоделируем этот случай в Кыргызстане, если бы кто-то обратился в конституционный суд на предмет проверки конституционности, не входившего в силу международного договора. У нас по сути нет такого, не было бы ответчика, потому что это не в силе международный договор, это не contentious procedure, это не спорный вопрос. Это просто у нас бы конституционный суд выдал бы opinion, свое мнение, либо заключение, которое частично я бы сказал экспертное, но это больше чем экспертное, это обязательное. Это заключение, которое согласен, не согласен, но это уже будет так. Получается, если конституционный суд даст свое заключение, что этот договор в таком виде, который был представлен конституционному суду, не соответствует конституции, его уже нельзя будет принять, ратифицировать и так далее. Вот в чем дело. Но у нас по сути ответчика не было бы. У нас по нашей практике конституционный суд в таких случаях мог бы и приглашает обычно органов, которые правительство, парламент приглашает, чтобы они дали свою точку зрения. Но это не ответчики. Вот как у нас было бы в республике Молдова, как в Кыргызстане предусматривать закон или нет, я не могу. Это наша практика. Вот я озвучил ее. И до, опять же, были дебаты насчет того, были изначальные моменты и конечные моменты, когда договор еще не вошел в силу, да, и когда можно обратиться в конституционный суд на вопрос проверки конституционности. Но с теоретической точки зрения, когда можно было, наверное, можно, опять же, можно было бы и поспорить, но когда появляется текст закона, проекта договора, извините, когда он появляется, первый текст проекта договора появляется после его, не подписания, парафирования, да. После парафирования, это в зависимости от разных договоров, конечно же, есть и разные случаи, но в определенных случаях текст договора появляется при его парафировании сторонами, стороны ставят свои инициалы на договор, что этот текст окончательный и потом уже он подлежит в соответствующих странах через правительство, через парламент уже зависит от национальных процедур, продвигать его и чтобы он стал окончательным документом в соответствии с национальной процедурой. Наверное, в зависимости от уже каждого законодательства и конституции в отдельности, конституция определенной страны, либо закон определенной страны может давать право уже с этого момента обращаться, чтобы потом его не подписывать, либо не ратифицировать. Я консультировал многие примеры разных стран, на этом этапе не так часто обращаются в конституционный суд, самые частые законодательства или практика стран, это перед ратификацией, либо после ратификации, но перед промульгацией. У нас в Республике Молдова есть процедура промульгации закона, поэтому я не вижу проблемы, я бы насчет, вот я выскажусь опять же насчет нашей Республики Молдова, системы, как бы я бы посчитал, что самое правильное все-таки было бы. Наверное, это было бы после ратификации, но до промульгации. У нас любой закон, закон, чтобы он вошел в законную силу, он должен быть принят парламентом, если мы говорим о законе, о международном договоре, значит должен быть закон, самое частое это закон о ратификации договора, но чтобы он пошел дальше, был опубликованным, у нас называется монитор официал, официальный монитор, он должен пройти процедуру промульгации подписания президентом, другими словами. Это в большинстве странах такая процедура. И если вы обратитесь, то есть в стране есть система обращения в Конституционный суд насчет конституционности после ратификации, но перед промульгацией он не войдет в любом случае в законную силу. Но почему я считаю это очень интересно и заслуживает внимания эта процедура, я не говорю, что она правильная и соответствует для всех стран, каждая страна выбирает свою модель. Но я все-таки считаю, и вот наш Конституционный суд этим решением 2014 года по договору об ассоциации Республика Молдова Европейский Союз, он, я обращаю внимание, он высказался насчет двух документов. Он рассмотрел по существу сам договор, он в деталях, в решении Конституционного суда, в деталях рассмотрен этот договор, преамбула, определенные статьи, соответствуют ли они Конституции. И вывод Конституционного суда в резолютивной части этого решения 2014 года, первое, договор Республика Молдова Европейский Союз соответствует Конституции, второй пункт в резолютивной части и в аргументах тоже, закон о ратификации соответствует Конституции. То есть наш Конституционный суд высказался и по существу, и по форме, как был принят этот закон, чтобы мы стали членом государственной стороной по этому договору, то есть закон о ратификации. Почему? Я возвращаюсь к вопросу уважаемого, извините, я не запомнил имя, насчет того, что некоторые депутаты так голосуют по доверенности и так далее. Я не буду комментировать именно этот аспект, но наш Конституционный суд рассмотрел саму процедуру принятия закона о ратификации, то есть как Республика Молдова станет или стала стороной по этому договору. И практически что это означает? Конституционный суд мог сказать, что договор Республика Молдова-Евросоюз по ассоциации конституционный, но в то же время второй пункт мог звучать и не конституционный. Если, к примеру, правительство на этапе переговоров вдруг превысило свой мандат, и это могло бы быть. Я почему из практики отвечу еще на другой вопрос. Я был заместителем комиссии Chief Negotiator, я в свое время был много лет заместителем министра юстиции Молдова, потом министра юстиции Республики Молдова. Я участвовал в этом процессе по переговорам. Мы окончательно тоже участвовали и в окончательном процессе, когда мы парафировали. И что получается? Во всем процессе есть же первый документ, это решение правительства об уполномочивании определенных людей, комиссии, министра иностранных дел. Вот эта комиссия, которая уполномочена на введение переговоров и на которые в конце будут опять же иметь полномочия парафировать, подписывать и так далее. И теоретически и практически эта процедура может быть нарушена. Потом вторая процедура, не вторая, а дальнейшая процедура. После принятия решения правительства, мы приняли решение правительства в 2014 году об утверждении этого договора об ассоциации. И потом весь пакет документов с решением правительства ушел в парламент. В парламенте были большие дебаты, очень большие дебаты насчет этого надо-не надо, целесообразность. И опять же, как голосует наш Конституционный суд в своем решении и этот вопрос обследовал, что по законодательству Республики Молдова, что это закон о ратификации, это органический закон, для этого должно быть не менее 51% голосов. То есть у нас 101 депутат, 51 депутат должны были проголосовать и в своем решении Конституционный суд и этот вопрос рассмотрел. И в конце концов он резюмировал, что и на этапе переговоров, то есть правительство, и на этапе принятия в парламенте, то есть парламент, не превысили своих полномочий и заключение. Закон о ратификации соответствует Конституции. Я думаю, это самый правильный, потому что нельзя, чтобы, или, не знаю, я думаю, целесообразно все-таки, чтобы Конституционный суд имел в компетенции, не все страны имеют это, но я думаю, целесообразно, чтобы Конституционный суд мог рассматривать вопрос конституционности и договора, текста договора, и самого закона о ратификации, либо acceptance, принятия, подписания, в зависимости уже от каждого договора в отдельности. Но и сам этот этап, почему я возвращаюсь, почему я думаю, что после ратификации, ну это зависит опять же от системы каждого государства, в некоторых государствах ратификация может быть последним элементом, может и не быть премульгацией, но если ратификация последний этап, тогда перед ратификацией. А если есть еще этап премульгации, я бы сказал, после ратификации, но перед премульгацией, чтобы он не вошел в силу, априори, constitutional control. Так мы бы действительно, Конституционный суд смог бы полностью рассмотреть и закон о ратификации, соответствует ли он Конституции, либо нет. Потому что если бы это было до ратификации, либо на этапе, даже перед утверждением правительства, на этапе после парафирования, тогда Конституционный суд не сможет рассмотреть вопрос по форме. Он скажет, наверное, только сам текст международного договора соответствует Конституции. Это неплохо, но после этого при завершении процедуры ратификации договора могут быть определенные изъяны в процедуре. И от этого уже получается, что уполномоченный субъект депутата парламента, либо другие уполномоченные субъекты по национальному законодательству смогут и, может быть, обратиться второй раз в Конституционный суд не по этому, но очень близкому вопросу, соответствует ли Конституции закон о ратификации. Вот это я хотел вкратце сказать свое личное мнение насчет этого. Я надеюсь, что ответил на некоторые вопросы. Извините, если вы зададите, если я что-то забыл, прошу. Спасибо. Очень четко и ясные ответы на вопросы, которые были в ходе презентации. Я думаю, сейчас еще будут вопросы. Пожалуйста, у кого есть вопросы? Пожалуйста, Чинар. Спасибо большое. Владимир, что Вы так подробно на все вопросы, которые имели место в сегодняшней конференции, Вы высказались и достаточно очень аргументированно. Да. И я бы хотела сказать, что вот по нашему законодательству как раз-таки действительно речь идет о том, что международные договора проходят несколько стадий вступления в силу, да, и момент, когда это должно быть подано в Конституционную палату, действительно должен быть оформленный текст договора. И мы об этом тоже, и в нашем законодательстве тоже это говорит, поскольку до одобрения, то есть правительством своим распоряжением текста этого договора, да, он проходит вот эту вот стадию переговоров, и он должен быть парафирован и так далее. Поэтому я полностью как бы поддерживаю и считаю, что по нашему законодательству это тоже предусмотрено, да, согласовано. Вот. Но еще тот вопрос, который Вы сказали, действительно по нашему законодательству есть момент, когда после ратификации он должен быть подписан президентом, чтобы он вступил в силу. Поэтому до его вступления в силу есть вот этот вот момент, когда в принципе, значит, уполномоченные органы могут это тоже обратить внимание и как раз-таки проверить процедуру, да, процедуру проведенной именно ратификации. Поэтому я и говорила, когда говорим о категории, вступившей в силу международных договора, нужно будет конкретизировать на какой стадии, да, речь идет, на каком этапе он поставлен. У меня как бы вопрос, Владимир, по поводу Вашей практики о проверке международных договоров уже после вступления в силу, да. Тут возникает большой риск по поводу того проверки, пересмотра, как говорится, международных договоров, которые, скажем, давно были приняты. Вот Вы говорите по пограничным вопросам, да, соглашения, которые могут быть и до независимости подписаны, которые остаются действующими. Это имперские какие-то, скажем так, исторические, давнишние. И нет ли риска того, что вот в таком роде полномочий, когда имеет Конституционный суд, он может втянуться вот в такие, да, скажем, политические вопросы. И у меня вопрос, то есть получается, сейчас у Конституционного суда Молдовы стоит вопрос о том, как, да, ограничить, ограничить, вот, то есть не все международные договора, да. И здесь вот вопрос, есть ли ограничения по времени этих международных соглашений, да. Вот, ну и еще один вопрос по поводу, скажем, закона ратификации, да, вступившего в силу международного договора проверяется. Закон о ратификации не Конституционен, но сам международный договор по существу Конституционен, тогда каковы последствия в этой ситуации. И вот статус общепризнанных принципов и норм международного права, на соответствие им проверяются ли? Да, вот. Конечно, очень интересный вопрос, частично уже было обсуждение на этот счет. Как я сказал, у нас на апостериоре, то есть после принятия и вхождения в силу договора, у нас только это решение Конституционного суда 2014 года, прошлого года. И оно действительно, как бы, оно открыло дверь на апостериоре Конституционная проверка, да. Но, естественно, и оно открыло, это решение Конституционного суда оставило открытым вопрос. Все-таки, да, хорошо, что признало Конституционным, это одно. Но теоретически и не только, но и практически уже действительно может появиться и вопрос в будущем, может быть, действительно кто-то обратится в Конституционный суд, какой-то уполномоченный орган с другим договором, и там уже Конституционный суд может прийти действительно к другому выводу. Потому что уже это решение, эта юриспруденция, последняя юриспруденция Конституционного суда не отменяет этого. Действительно, если признали Конституционную, может признать и не Конституционную, может прийти к этому выводу. И здесь уже, да, дверь открыта. Дверь открыта для больших рисков, я не говорю действительно. И здесь Конституционный суд, опять же, и в этом решении 2014 года Конституционный суд, он еще раз, он вбил в это решение пакта с инсерванта принцип и другие принципы, карты ООН, бона фиди, исполнение международных договоров. Все это было в решении Конституционного суда. И, если честно, это очень трудно предположить, что будет. Можно предположить, но не хочется об этом думать. Потому что теоретически и практически, если Конституционный суд от Республики Молдова возьму, потому что если уже есть этот прецедент, может быть через пару лет и не знаю. Но если придем к этому, что Конституционный суд может признать неконституционным сам договор, это очень сложные последствия, очень сложные. Если признает, может признать конституционным сам договор, но признать неконституционным закон о ратификации. Неприятная ситуация, но легче, практически легче исправить ситуацию, потому что надо будет парламенту еще раз, если захочет, конечно же. Если подумать, что целесообразно еще раз провести через парламент, через все эти уполномоченные государственные органы, правительство, парламент еще раз ратифицировать. То есть принять еще раз, еще один раз закон о ратификации. Это неприятная процедура второй раз, но и международная ответственность государства в таком случае тоже может и наступит, естественно. Просто она будет, я думаю, легче, потому что если парламент подумает, что целесообразно, он за короткий срок примет этот еще раз закон о ратификации. И за этот короткий срок, представим это пару месяцев, либо месяц-два, может случиться так, что надо будет на практике применить этот международный договор. И будучи неконституционным законом о его ратификации, тогда государство может быть в ситуации неисполнения. И тогда международная ответственность может наступить. А если Конституционный суд примет решение сам текст закона, либо части определенной нормы текста закона неконституционной, здесь уже намного сложнее. Потому что и в Кыргызстане я видел это, и в Республике Молдова, и так далее, очень много конституций и законодательств предусматривает, что надо сначала поменять конституцию. Если он неконституционный, получается два выбора. Либо меняете конституцию, либо вообще его денонсируете в соответствии с нормами международного права. И в обоих этих ситуациях наступает международная ответственность государства. Вот в чем дело. Но здесь вызов и для государства, но вызов и для конституционного суда. Работать или делать правосудие, закрывать глаза перед международной ответственностью, либо перед неконституционностью. Это очень сложный вопрос. Уже каждый Конституционный суд в данном случае, в каждом конкретном случае должен будет рассматривать, опять же, баланс. Бона фидес, исполнение договоров, пакта сонсерванта, очень важные принципы, очень важные. С другой стороны, конституционность. Вот в чем дело. Но, опять же, здесь я обращусь к этим механизмам, которые должны быть в государстве. К примеру, у нас в Республике Молдова их еще нет. У нас законы международных договоров довольно-таки старый, 99-го года. И не предусматривает. Для того времени был неплохим, но сейчас мы удостоверились, уже имея эту юриспруденцию Конституционного суда. Я вижу, опять же, со своей позиции я увидел это. Будучи замом министра и министром, мы продвигали множество международных договоров от имени правительства. И мы увидели много изъянов в этих законах. И то, что надо менять. Я не знаю, если в Кыргызстане есть такое. Но в некоторых странах, как в Испании, как в Эквадоре, многие латиноамериканские страны имеют такую систему. Правительство обязано присылать в Конституционный суд на вопрос проверки конституционности международный договор. Обязано. У нас такой обязанности нет в Республике Молдова. То есть правительство само рассматривает вопрос целесообразности обращения. То есть есть сомнения в конституционности договора, либо нет. Само решает этот вопрос. В некоторых странах это не оставлено на волю правительства. Правительство, законодательство, правительство посредством законодательства обязано направлять любой, либо определенные категории международных договоров, обязано присылать в Конституционный суд на предмет проверки конституционности. У нас этого нет. И получается вот, что получилось. К примеру, этот пограничный договор с Украиной. Я считаю, он был очень целесообразным для Республики Молдова, очень положительным и для Украины тоже. Потому что после распада определенные части земли, им мешала трасса, которая проходила на юге Украины, она должна была, 12 или 15 километров проходила по территории Республики Молдова. И вот мы сделали обмен территориями, и нам было хорошо и им. Но целесообразность со стороны правительства не всегда означает, что это конституционно посредством Конституции. И вот у нас есть мнение, что в принципе, этот случай, который я описал в своей презентации, что если бы Конституционный суд должен был бы, рассмотрел бы по существу этот договор между Украиной, наверняка признал бы его неконституционным. Наверняка. И тогда это было бы труднее, но надо было, наверное, менять Конституцию в таком случае. Потому что это был бы, это и на нынешний момент не потерял этот договор своей нужности, силу, да, и он важен для обоих сторон. И мы, наверное, поменяли бы Конституцию, чтобы в любом случае в дальнейшем ратифицировать этот договор с Украиной. Потому что важный договор. И поэтому я возвращаюсь опять же к определенному моменту, который ранее некоторые из коллег затронули. Сам, кто обращается в Конституционный суд за заключением насчет соответствия либо несоответствия Конституции международного договора. Автор, либо тот, кто продвигает документ, обратится либо нет. Если где-то час назад мы начинали дискуссию насчет этого. И были мнения, что в принципе нет, потому что он продвигает. Я бы сказал, в принципе, да. Я в качестве замоминистра министра мы продвигали от имени правительства многие договора. И для меня, как министра юстиции, было важно, чтобы это было конституционно. Как я мог это проверить? Чтобы не только для меня, как министра юстиции, но чтобы и всем другим показать, в смысле мы действуем в рамках Конституции и закона. Всем оппонентам, в смысле политическим партиям, чтобы было все в соответствии с законом. И я, мы в качестве правительства, мы могли, мы не обращались, но я говорю, мы были, мы заинтересованы, чтобы такой механизм был. Само правительство, даже если мы продвигаем определенные межправительственные соглашения, либо перед ратификацией, правительство же ведет посредством своих министров, либо других уполномоченных ведет переговоры с другим государством. На этапе, когда этот проект закона еще не дошел до парламента, мы могли бы обратиться в Конституционный суд, до вхождения в силу, получается, международного договора, на этапе уже после парафации, мы могли бы обратиться и были бы заинтересованы, чтобы была такая процедура, чтобы показать всему обществу, что мы действуем в рамках Конституции. И потом уже, когда Конституционный суд, к примеру, высказался по нашему межправительственному, к примеру, соглашению, либо государственному соглашению, но уже будет проект закона в дальнейшем рассматриваться в парламенте, уже не будут возникать такие упреки, либо мнения, что этот договор неконституционный, незаконен и так далее в парламенте. Когда там политические дебаты идут и насчет целесообразности и так далее. Поэтому сам орган, который продвигает по закону, имеет право продвигать международный договор, я считаю, должен иметь возможность сам обращаться в Конституционный суд на вопрос проверки конституционности. Спасибо. Я думаю, очень такой развернутый был ответ на небольшую дебату, которая возникла у нас здесь в процессе одной из презентаций. В связи с этим нам необходимо все-таки менять наше законодательство, поскольку есть норма в нашем законодательстве, где действительно вопрос привлечения в качестве ответчика не совсем верно обозначен в нашем законе. И, исходя из той нормы, по сути, и субъекты обращения тоже ограничены в своих правах по обращению в Конституционную палату относительно конституционности, не вступивших в силу международных договоров. И пример, например, Молдова, это ясно и четко показывает, что действительно у всех субъектов, которые инициируют продвижение и подписание каких-то международных договоров, должно быть право обращения в Конституционную палату на предмет конституционности международного договора, который в последующем будет ратифицировано или утверждено. И это хорошо. Здесь у Конституционного суда Молдова, видимо, тоже большая проблема возникает в связи с тем, что они открыли вторую дверь, сказав, что в последующем Конституционный суд может рассматривать и договора, вступившие в силу. То есть таким образом открывается новая сфера деятельности для Конституционного суда, то есть это отшление последующего контроля. И в этом случае Конституционному суду, наверное, надо будет, как и нам, вырабатывать свою практику, когда и в каких случаях возможен последующий контроль. Потому что невозможно по всем международным договорам, вступившим в силу, отшлять последующий контроль. Я хочу, извините, что расстреляю просто, но здесь действительно надо быть Конституционным органом, судам разных стран очень осторожным, потому что последствия тяжелейшие для государства, не только репутационные с точки зрения репутации, но и сама другая вообще международная ответственность государства в случае неисполнения договора. То есть бона фиде исполнения договоров и пакта сунсерванта, которые очень важны и основополагающие принципы вообще в международном публичном праве. Я хотел просто еще чуть-чуть помедитировать с одной стороны последующий Конституционный контроль и с другой стороны надо либо не надо. Нынешняя практика либо эволюция в международном публичном праве, смотрите, как она идет. Я в своем очень кратко, не знаю, если заметили, в моем представлении я отметил определенные нормы в нынешних международных договорах. Сейчас уже около 20 с лишним, 120 стран являются странами-участниками международного уголовного суда. Очень много стран, включая Республика Молдова. Мы тоже в 2010 году ратифицировали римский статут, мы тоже страна-участник международного уголовного суда. Но по этому статуту, мы его ратифицировали в 2010 году, но по статье 123 этого римского статута там сказано, что после истечения 7 лет, после вхождения в силу, то есть в 2010 году исполнилось 10 лет со дня вхождения в силу римского статута, генеральный секретарь сможет инициировать процесс изменения статута. Получается, по римский статут международный договор, получается по этому договору, сам договор, есть процедура изменения его. И получается, страна ратифицировала его, вот мы Молдову ратифицировали его в 2010 году, и в 2010 году инициировалась, в том же году инициировалась процедура по этому римскому статуту, все по этому международному договору, ничего не нарушается. Но в нем заключена процедура изменения самого международного договора. И допустим, но это так и будет, это случится через 2-3 года, уже римский статут изменен, уже есть изменения насчет преступления агрессии, международной агрессии. Но они просто еще не вступили в силу эти нормы международного уголовного, статута международного уголовного суда. А предположим, что они войдут в силу через 2-3 года, и никто не дает гарантии, что эти новые изменения международного договора, которые мы, Молдова, уже ратифицировали, будут ли они в будущем соответствовать нашей Конституции? И как тогда без a posteriori constitutional control, без a posteriori конституционной проверки? Вот в чем дело, понимаете, это практика международного публичного права, так эволюционируют, меняются отношения. Раньше, в принципе, я не встречал, может быть и были, но если бы и были такие ситуации, они были очень редки. А сейчас уже сам договор международный предусматривает возможность своего изменения. Получается, что необходимо думать и о втором этапе, то есть о последующем конституционном контроле. Можно мне, Эрген Табакилович? Сейчас, сейчас, давайте, мы по очереди дадим. Лариса Викторовна, пожалуйста. Спасибо, Эрген Табакилович. Но у меня, может быть, вопрос вначале. У меня некоторые суждения по этому вопросу, если можно высказаться. Здесь вот на этой стадии это возможно, да? Или попозже можно? Да, 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 пожалуйста, высказывайтесь. Гутниченко, судья в отставке. Вы знаете, вообще, очень, конечно, очень необходимый для нас вопрос, я вспоминаю просто историю возникновения, вот возникновения этих полномочий, которые были записаны в закон, в нашу конституцию. Просто была тогда, вы знаете, очень сложная такая политическая ситуация на конституционном совещании, когда резко стоял также вопрос, быть или не быть конституционному суду. И когда из него было исключены некоторые полномочия, которые, в общем-то, доминировали в содержании работы конституционного суда, то многим показалось никчемность этой структуры и ее вредность и так далее и тому подобное. И тогда мы спешно, откровенно говоря, в этот же день стали искать, ну чем еще можно восполнить и дополнить деятельность конституционной палаты, дабы сохранить ее как структуру все-таки и сказать, что они не бездельники будут. И вот именно тогда, прямо в этот день на конституционном совещании было записано это полномочия конституционного суда. И, в общем-то, мы немножко, если так можно выразиться, подпугивали вот этим вот кумктором, вот к чему привело, если у нас нет таких полномочий, и наши оппоненты согласились. И это перевесило вот тот негатив, и конституционный суд стал, определился. Вот почему так важно, судьбоносно, чтобы я сказала, вот это полномочия. Но тогда мы это записывали на ходу, имея чисто теоретическое представление, и мы не могли моделировать как-то более или менее этот вопрос внятно, потому что не было никакой практики, и было действительно очень неглубокие представления по этому полномочию. Вот сейчас Чинара Мусабековна просто с удовольствием, как великую оперу можно слушать ваш рассказ по этому вопросу. Глубокие, фундаментальные, теоретические знания. Тогда у нас не было возможности вас послушать и вообще все это как-то предвесить. И сейчас мы находимся на той стадии, когда мы имеем уже теоретические глубокие знания и первые шаги по вопросу реализации вот этого полномочия. И вот знаете, откровенно говоря, когда я выслушала первую информацию Чинара Айдарбековны по этому вопросу, я вспомнила историю и сказала, так примерно себе ничего себе, мы почти в зародыши уже зарубили продвижение этого вопроса. Вольно или невольно, но так у нас на сегодняшний день получилось. Поэтому я думаю, что вот совершенно правильно был поднят вопрос нашим коллегам-деканам юридического факультета. Первый вопрос, который надо решить, вопрос между обязательностью прохождения или правом прохождения и вопросами, которые регламентировали бы эту позицию и с точки зрения закона о конституционном суде и, конечно, регламента. И я не уверена, что здесь нужно обращать взоры только на регламент Жигар-Кукиниша. Я думаю, что здесь нужно сделать какие-то взаимные шаги друг к другу. Может быть, мы слишком жестко записали вот те вопросы, которые дают право субъектам обращения в Конституционную палату по этому вопросу. Посмотрите, там и четкое правовое обоснование должно быть, и все сомнения, и т.д., и т.п. Да, теоретически в идеале, может быть, это правильно. Но посмотрите, мы же не пока к вам пошли туда не потому, что они рады за это. Они, конечно, сомневались в этом вопросе, какие-то сомнения. И, конечно, очень хорошо, когда субъекты, которые пишут этот законопроект, все-таки хотят обратиться к вопросу конституционности его работы, получить ваше заключение. А сейчас вот я так поняла, что 16 этих, или сколько, 18 проектов, они, в общем-то, не найдя решения практического, так сказать, ушли с вашего двора. Ну вот мы, так сказать, бьем по рукам, может быть, сами себя. Ведь смысл этого полномочия было в том, чтобы, наоборот, наше государство получило такую возможность. И мы больше не спотыкались вот на тех первичных договорах, вот Эркин Табакелыч, участник этого и всего прочего, этих вопросов, чтобы мы имели подспорье вот такое мощное в лице Конституционного суда, палаты. Поэтому я однозначно за то, чтобы мы уже, наработав такие маленькие, может быть, вот эти шаги и маленькую крохотную практику, в сочетании с глубокими теоретическими знаниями, сели и еще раз посмотрели по законодательству, которое бы разрешило эту возможность реализации этого положения, Конституционного положения нашей палаты. И, видите, там очень пространно так некоторые записи содержатся. Я бы более регламентировала вот эту часть, этот блок Конституционного вот этого закона, касающегося этого вопроса. Мы не могли тогда вообще ничего написать. Вот записали лишь бы, так сказать, нишу как-то заполнить и все. И вот сейчас возникают обоснованные вопросы, например, по поводу ответчика. Я вот, например, склоняюсь к позиции того, что здесь можно провести какую-то аналогию между особым производством в гражданском праве. Здесь нет ответчика. Здесь есть сомнения у этой стороны. А сомнения – это, извините, еще не тот спор, который мы привыкли видеть по конкретному, значит, конституционному. Здесь может быть ответчиком государства, но оно еще не стало субъектом, так сказать, вот всеми правами и обязанностями, которые оно должно иметь как субъект вот этих отношений. Поэтому я думаю, вот как, например, в особом производстве есть заявитель и есть предмет рассмотрения, есть сторона, которой вот эти вот сомнения. И не надо вот в этих лицах, субъектах, которые пишут вот этот законопроект, искать в них ответчиков. Да, это заинтересованные стороны. Они исполняют этот вопрос, и они, безусловно, заинтересованы в том, чтобы получить какое-то внятное. Вот мне очень импонирует выступление министра юстиции Молдовы по этому вопросу стремления наших субъектов, министерства юстиции, любого, чтобы все-таки пройти через эту стадию. И вот с этой точки зрения, наверное, нужно здесь более внятно написать, не сузили ли мы субъектный состав этого обращения по этому вопросу. Мы ведь не только жестко зарегламентировали вот этот вопрос, как он должен быть оформлен и так далее, но мы очень, мне кажется, сузили вот этот, возможности обращения. Давайте расширим его. Ну что, это не будет, это только в пользу нас, в пользу того государства, нашего государства, который должны вопросы эти рассматривать. Теперь еще бы хотелось высказать по поводу исполнения. Мы совсем не затронут этот вопрос, а как исполнять эти вопросы, решения Конституционной палаты. Я вот, например, согласна с Ченарой Мусабековной о том, что ваши решения, они не должны повисать в воздухе с точки зрения возможности целесообразности политической и так далее. Вот она правильно, на мой взгляд, записала? Неконституционность не может влечь вступление этого договора, его части, в законную силу. А во имя чего тогда весь этот сыр-бор? Во имя того, чтобы предупредить вовремя вот эту неконституцию? И как раз это и предварительный называется. Потом кулаками махать будет поздно с точки зрения права. И очень много, видите, Молдова сколько прошла, какой непростой путь тернистый, чтобы выйти на это. И у них еще уйма вопросов породилась. А мы хотя бы давайте вот эту предварительную дадим возможность, жизнеспособность придать этому положению, этого вопроса. А потом жизнь, так сказать, покажет. И вам тоже. Спасибо, Лариса Викторовна. Действительно, все, что Вы сказали, это имеет место быть. Действительно, в законе части, касающейся международных договоров, заложены такие нормы, которые не позволяют работать этой норме и воспользоваться субъектом возможности обращения в Конституционную палату для получения заключения. Поэтому мы как раз таки организовываем эту конференцию для того, чтобы услышать разный спектр мнений, для того, чтобы прийти к какому-то единому пониманию относительно международных договоров, когда, в каких стадиях могут обращаться. Вот наличие правового обоснования. Это сводит на нет. По сути, правовое обоснование они не смогут привести. Есть сомнения. Но эти сомнения, как они изложат в части правового обоснования неконституционности этой нормы? Тогда возникает вопрос, а должны ли они были инициировать этот проект договора, если у них есть сомнения относительно конституционности. Поэтому здесь обязательно наличие правового обоснования при обращении в Конституционную палату на отдачу заключения по международному договору как раз таки нивелирует это полномочия Конституционной палаты. И в этой части надо проработать. Что касается ответчика, я действительно, когда мы изучали этот закон, у нас возникал вопрос, как он может по международному договору, который направляется в Конституционную палату, кого-то привлекать в качестве ответчика. Если этот международный договор не вступил в силу. Если сам субъект обращения в Конституционную палату, который сам же инициировал этот проект договора, как он может выступать в качестве ответчика? В то же время в одном лице и в качестве субъекта обращения, и в качестве ответчика. Но это невозможно. У нас, например, есть в практике Конституционного суда, в Конституционной палате, когда по запросу судей Конституционная палата рассматривает дела. Но при этом они в качестве субъекта обращения не привлекаются к делу. И это абсолютно верно, потому что судья это не тот орган или не тот субъект, который может выступать в качестве субъекта обращения. Он обозначил проблему. И эта проблема должна быть решена Конституционной палатой. Поэтому я надеюсь, что по итогам сегодняшнего круглого стола мы все-таки, наверное, дадим посыл нашим законодателям. Здесь участвуют действующие наши депутаты. Будущие депутаты тоже принимают участие. И они, наверное, примут во внимание вот те пожелания, которые сегодня прозвучат. Сейчас слово просил Джанабил, потом Чинара Мусабекова и после Эмиджу Дочичу. Пожалуйста, Джанабил. Ну, в принципе, сейчас... В.Б. Джанабил, институт общественного анализа. Просто мне вот более к опытным коллегам, нашим судьям, был вопрос. Ну, вроде бы, нет. Вот, например, я сейчас просто... В регламенте прописано, что заключение Конституционной палаты, да? Нужно. Но в законе Конституционной палаты есть только при наличии неопределенности в этом вопросе. Вот опыт Молдовы услышали, что они как бы подтверждение, что наш проект артификации, он как бы конституционен, они подают в Конституционную палату, при этом получают ответ, да? В нашем случае вот как? Если, например, я надлежащим образом, ну, надлежащий субъект, надлежащим образом оформил обращение, обратился к вам, но при этом не указал неопределенность. То есть я говорю, вот, дайте мне на весь закон. Он соответствует Конституции или нет? Вот в данном случае вы как ответите? Вы принято к производству или... Ну, вот вопрос к этому. Ну, ответ на ваш вопрос уже звучал несколько раз. Да, ну, вот я это как бы... Несколько раз звучал на ваш вопрос ответ. Здесь Конституционная палата отказывает в принятии обращения, ввиду отсутствия правового обоснования неконституционности оспариваемого договора. И таких дел было уже... То есть таких обращений было 18. Поэтому Лариса Викторовна тоже говорит о том, что этим законом, по сути, нивелированы полномочия Конституционной палаты в части дачи заключения международных договоров, не вступивших в силу. В Молдове тоже самый опыт, да, получается? В Молдове так же? У нас бы рассмотрел. Потому что сам факт обращения в Конституционный суд у нас Конституционный суд рассмотрел бы как сомнение. Презумпция существования сомнения. Без надобности доказывания. Потому что, как бы, ну, простыми словами, это кто-то обращается в Конституционный суд, не кто-то, а уполномоченный орган. Имея уже, если он обратился, значит он сомневается. И он не должен это в чем-то. И он не должен доказывать. Что доказывать? В принципе, вы Конституционный суд, самые большие специалисты в области Конституционности. И вы мне скажите, правильно или неправильно, Конституционно или не Конституционно. Вот логика, которая у нас, по нашему законодательству. Потому что у нас, в принципе, не прописано, что при, за заключением, когда обращаешься, нужно что-то доказывать. Нет. Спасибо. Спасибо, Чинара. Я вот по этому вопросу тоже бы хотела ответить. Конституционная палата, на мой взгляд, чрезмерно осторожничает в этом плане. Поскольку они требуют доказать того, чего не надо доказывать. И я, Владимир, я с вами полностью согласна, что есть сомнения, это уже неопределенность. И уже является основанием для принятия. Поэтому на стадии принятия к производству незачем еще в определении обосновывать обоснованное и так далее. Поэтому здесь я полностью согласна. Лариса Викторовна, я поддерживаю полностью все, что вы сказали. Я бы хотела как раз-таки отметить по поводу ответчика, что как раз момент, когда вот эти новые законодательства, новая полномочия, она появлялась. Естественно, не было никаких, как бы, опыта и так далее. И Лариса Викторовна права, что записано, как записано. И если вы вот норму Конституции еще посмотрите, она тоже недостаточно корректно прописана. Участницей которых является Кыргызская республика, там еще дописана оговорка. И тут вот Владимир со мной, наверное, согласится, здесь как раз двоякое будет, что понимать, не вступившие нам проверять, или же участников, которых является Кыргызстан, проверять. Да, уже, и вот здесь тоже уже есть двойное такое толкование нормы, самой конституционной нормы, которая прописана во полномочиях Конституционной палаты. И впоследствии, когда Конституционный закон принимался, мы, я участвовал как эксперт в разработке, и там мы попытались уточнить. Там для Кыргызской республики не вступившие мы написали, мы не полностью его переписали с Конституцией, а уточнили, какую-то категория дел будет. И по поводу ответчика, ну я, Аркен Тубакилович, в части опять вы осторожничаете, и я поэтому не согласна с тем, что ответчик не может быть. Я в одном лицо и то, и другое, и обращающийся, и ответчик. Я как раз таки уточняла в своей презентации, что в закон о международных договорах уточняет, кто имеет право предлагать заключение международного договора. В этой части, к примеру, правительство до одобрения его своим распоряжением, когда уже произошло парафирование, в принципе, может этот ставить вопрос. И ответчиком будет именно то министерство ведомства, которое его, значит, инициировало заключить. Далее, значит, на стадии, когда уже утверждает постановление и так далее. Но это вопрос, как говорится, и законодателю, который, в принципе, может этот вопрос решить. И я думаю, что на тот момент, когда разрабатывался и принимался закон, значит, была такая позиция. А по поводу того, что могут ли ограниченность субъектов, кто обращается, министерства, ведомства, которые разработали этот сам проект международного договора, что они ограничены и не могут обращаться. Ну, в данном случае у нас субъекты, перечень субъектов уже установлен, имеется в виду весь перечень субъектов. Поэтому в данной ситуации здесь тоже, я думаю, что эти министерства, как бы, не могут быть там правительства, премьер-министры уже установлены, это ограниченность субъектов. Это вот что касается вот дискуссии. И вот по поводу, Владимира, вашего позиция относительно внесенных изменений в римский статут. Да, вы как пример привели, но я бы хотела также, вы сказали, что могут возникнуть такие ситуации, и тогда последующий контроль необходим. Да, вот такая ваша позиция. Но я бы хотела тоже возразить на этот счет. Все-таки в международные договора изменения, когда вносятся уже в действующие. Все участники этого договора все равно, они должны выразить свое согласие, то есть опять его ратифицировать. Поэтому изменения, вносимые в римский статут, к примеру, вот Молдова уже является, да, участником, но они должны этим изменениям тоже свое выразить согласие. Поэтому уже на этом этапе вот предварительный контроль нужен. И поэтому я категорически против последующего контроля международных договоров. Спасибо. Спасибо, Емель Жилович. Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить Ларису Викторовну. Я действительно не знал об истории возникновения этого полномочия. Я был убежден, что это глубоко продуманный шаг и решение Конституционного совещания. На самом деле. Я бы согласился с тем, что, наверное, нам следовало бы продумать относительно субъектного состава, и чтобы туда все-таки были включены именно инициаторы, независимо от статуса, инициаторы международного договора. Чтобы в какой-то момент они имели реальную возможность получить оценку о конституционности предлагаемого им международного договора. Но в то же время у меня возникают сомнения относительно того, как у нас обычно это происходит. Мы не должны довести ситуацию до абсурда, когда буквально любой международный договор, который по каким-то признакам вообще подпадает, скажем, под эту категорию, станет предметом рассмотрения, а до этого может дойти. Поэтому, вот, скажем, сомнение должно заключаться не только в факте обращения. Видимо, это вот предмет, над которым мы должны задуматься и найти где-то вот золотую середину между тем, чтобы не закрывать, скажем, реализацию этого полномочия органа конституционного контроля, но в то же время, чтобы все-таки вот это сомнение было в определенной степени реальным. И вот в этом случае я полагаю, что мы могли бы все-таки приоткрыть вот эту необходимую дверь, поскольку этого требует нынешний вообще, нынешний мировой порядок, вообще развитие международных отношений. И, скажем, так, чтобы наша правовая система, она, как бы, безболезненно могла включиться вообще, скажем, в международную правовую систему. Спасибо, Амин Дзюдович. Есть желающие выступить? Курмамбек, пожалуйста. Курмамбек Трудалиев. Я хотел бы вот тоже сказать о том, что, во-первых, наверное, эта конференция стала очень актуальной. В каком плане, чтобы мы проблематизировали вот этот вопрос, как бы, исполнение вот нормы конституции в части экспертизы, которую ошляет Конституционная палата. И в этом отношении, действительно, я хотел бы присоединиться в каком плане, что, наверное, требуются какие-то вопросы, связанные с тем, чтобы урегулировать в Конституционном законе о Конституционной палате вопросы, связанные именно со спецификой ошления Конституционной палаты этого полномочия. Потому что, действительно, действующее положение Конституции, где требуется, как бы, во-первых, ну вот какие, на мой взгляд, проблемные вопросы, это то, что, во-первых, здесь принцип состязательности есть. То есть, каким образом мы вопрос состязательности, это является принципом Конституционного судопроизводства, будем, как бы, ну, она же должна, как бы, реализовывать, то есть, нужно вот эти вопросы снять. Потому что из того, что видится, на самом деле Конституционный суд, это не совсем гражданско-правой, как бы, инструмент, это чуть другой инструмент. И здесь, мне кажется, вот этот вопрос нужно решить. Кроме этого, здесь вопрос в части заключения, то есть, каким образом Конституционная палата, в данном случае, свои суждения, будет излагать. То есть, это чуть-чуть, вот именно особенность заключения и решения. Вот эта часть тоже какая-то должна быть, наверное, специфическая. И, конечно же, вот здесь правильно сказали, что Конституционный суд не должен стать тем органом, когда органы, принимающие решения, начнут свою ответственность снимать с себя и перелагать его на Конституционную палату и делать из него экспертное учреждение. То есть, фактически, облегченный такой вариант, снять с себя ответственность и все, как бы, возложить на Конституционную палату. Мы тоже должны вот этого избегать. И здесь тоже такой же вопрос, мне кажется, вот очень интересный. Вот у нас есть, получается, свободное обращение и по заключению по международным договорам, и по изменениям Конституции. Там тоже Конституционная палата дает заключение. И оба таких вопроса, на самом деле, которые даются на откуп только политическим, как бы, игрокам. При этом, никакой вопрос в части обязательности вовлечения в этот процесс такого важного института, как Конституционная палата, который, как бы, сохраняет основу Конституционного строя, наш закон о Конституционной палате не предусматривает. То есть, возникает вопрос, что вот по таким очень судьбоносным вопросам, как ратификация международных, или, там, как бы, присоединения, в какой бы форме ни было, но вопрос международного права и вопрос изменения Конституции, он становится, получается, такой добровольный. То есть, получается, от того, что если политики, там, договорились между собой, то они могут, как бы, этот барьер преодолеть, и Конституционная палата, ну, оказывается, вне этого процесса. То есть, в этом отношении, конечно, вот этот вопрос требует, мне кажется, больше пересмотра, чтобы, на самом деле, вот такие судьбоносные вопросы не проходили мимо Конституционной палаты. Спасибо. 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 Есть еще желающие? Я бы просто хотел развить тему, которую подняла Лариса Викторовна, относительно того, что в законе не прописан порядок исполнения заключения Конституционной палаты по международным договорам, не вступившим в законную силу. Здесь, мне кажется, проблем не должно возникать, поскольку, если международный договор не вступил в силу, то заключение для субъектов, инициирующих такого рода международные договора, является обязательным. И они, если получают отрицательное заключение, то в последующем уже не могут продвигать. И если даже они продвигают, то комитет Джорг Кенеша и сам Джорг Кенеш в полном составе, они должны просто вернуть такого рода договора, поддерживающие ратификации, при наличии отрицательного заключения Конституционной палаты. Здесь поднимался вопрос относительно возможности направления международных договоров на получение заключения Конституционной палаты на стадии направления закона о ратификации президенту до стадии подписания. Здесь возникает вопрос. У нас в Конституции четко прописаны сроки. Джорг Кенеш после принятия закона в течение 14 дней направляет на подпись президенту. Президент же должен подписать или вернуть в течение 30 дней. Если же в течение 30 дней президент не подписывает, то такой закон подписывается уже Турага Джорг Кенеша в течение 10 дней. И в этом случае вот эти временные рамки, которые есть в Конституции, они по сути не позволяют президенту направлять в Конституционную палату закон, принятый Джорг Кенешем, и договор на получение заключения Конституционной палаты. Потому что процедура принятия обращения у нас разная. На принятие обращения в производство 30 рабочих дней, а после принятия на рассмотрение 5 месяцев. И просто в эти сроки мы не укладываем все. Поэтому в этой части тоже надо будет подумать в будущем, каким образом президенту предоставить... Как? Приостановления нет. Нет, приостановления нет. Поэтому в этой части, видимо, в последующем тоже надо будет подумать, поскольку президент тоже должен выступать активным субъектом обращения в Конституционную палату по такого рода вопросам, чтобы его не привязывать к тем срокам, которые есть в Конституции. И, возможно, если в последующем будет какая-то инициатива относительно внесения изменений и дополнений, то субъектам, инициирующим такого рода вопросы, следует подумать над этим. Пожалуйста, есть еще выступление? Я не согласна, что процедура после ратификации и подписания президентом эти сроки не позволяет. Вы своими сроками идете. Процесс сроков подписания приостанавливается. Уже закон говорит же об этом. Вот этот процесс должен быть... Нет, там прописано, как приостанавливается процесс ратификации, вот в Конституционном законе, просмотрите, вот этот процесс должен приостановиться. То есть вступление его силы приостанавливается, этого договора. Ну, я как бы вот говорю в этой части. И Курмамбеку можно будет ответить? Курмамбеку, ваш вопрос вот касательно того, что в обязательном порядке должны быть, да, подаваться обращения, вот, как изменения в Конституцию, так и вот относительно международных договоров. Конституция не предусматривает обязательной проверки. В этой ситуации нужно Конституцию менять. И законом это обязать, чтобы субъекты обращались, не получится, не изменив Конституцию. Мы сейчас уйдем в полемику. Я не хочу вступать в полемику. Например, я просто не согласен с мнением Чинара Аббекасовна, но это ее мнение. И я просто сейчас не хочу высказывать свое мнение и здесь открывать полемику. Мы сейчас как бы рассматриваем вопрос по международным договорам, по которым Конституционная палата дает заключение. И на сегодняшний день мы услышали очень хороший опыт Молдовы в части проведения такого рода проверки органам Конституционного контроля. И здесь как раз таки Владимир сказал, что у них нет такого жесткого требования при обращении в Конституционную палату для дачи заключения по международным договорам. И полагается, скорее всего, мы должны пойти по такому пути. Но при этом, как сказал Имея Джудошевич, мы не должны превратить это в абсурд, когда все межведомственные, межправительственные, межпарламентские, межнародные договора, все до единого будут направляться в Конституционную палату для получения заключения. И чтобы Конституционная палата не стала экспертным учреждением, которое выдает заключение на предмет соответствия или несоответствия Конституции. То есть мы должны избегать таких крайностей, когда невозможно обратиться в Конституционную палату, и когда все, кому не лень, обращаются в Конституционную палату для дачи заключения по всем договорам, вне зависимости от того, какие вопросы эти договора будут регулировать. Поэтому здесь необходимо найти баланс для того, чтобы действительно обращались в Конституционную палату только по таким межнародным договорам, которые имеют существенное значение в целом для развития государства. Пожалуйста, Владимир. У нас, к примеру, Республика Молдова имеет классификацию в законе о международных договорах, возможно, в Кыргызстане тоже есть такая классификация. Мы имеем международные договора, которые заключаются во имя Республики Молдова, то есть государственные и есть межправительственные, уже нижестоящие. Есть практика, это не практика Республики Молдова, я считаю, мы здесь тоже должны поработать в смысле изменить законодательство, возможно, и Конституцию. Потому что действительно, если, я думаю, это полезно, чтобы действительно ввести обязательность обращения в Конституционный суд, потому что не все всегда обращаются, парламент либо правительство может и забыть, а может и не захотеть, к примеру. Потому что они в первую очередь, не в первую, но не в последнюю очередь руководствуются целесообразностью. То есть, поэтому не всегда парламент или правительство, даже если надо было бы нецелесообразно для них обратиться. Поэтому этот международный договор и не появится перед Конституционным судом. И это одна ниша, когда международный договор, будучи уже принятым, ратифицированным, может оказаться не в соответствии с Конституцией. Поэтому здесь этот механизм обязательства, обязать правительство, парламент перед ратификацией определенных категорий международных договоров, это, я думаю, полезно, чтобы в дальнейшем не прибегать к опостериору контролу. Но Конституционный суд многих стран, если есть обязательства, сталкивается с другой проблемой, овербердинг, слишком много обращений. И ненужных, самое главное, не то, что слишком много, ненужных обращений, потому что не представляет для международных отношений и интереса определенный договор о сотрудничестве между рыболовством, я не знаю, управлением какой-то Молдовы, к примеру, и Казахстана, Кыргызстана, других стран. Нет такого большого интереса. Но вот определенные страны пошли по методу обязательства, но только государственные договора, которые заключаются от имени Республики Молдова, к примеру, или от имени другой страны. То есть это включает определенные категории договоров в отношении прав человека, которым ратифицируются договоры, к примеру, которые создаются финансовые обязательства для страны. Вот такие важные сферы надо определять каждому государству, которые очень самые важные сферы, ну, права человека, это очень важно, да, которые обязательно должны предварительный конституционный контроль пройти. А другие категории менее важные, чтобы не было этого обязательства, чтобы сохранить этот баланс, о котором только что говорили. Спасибо. Руслан, потом Нурлан. Вечерина Раскарбековна. Хотелось бы, возможно, сменить тему, но не могу не задать вопрос, так как один из наших уважаемых гостей является министром институции Молдовы. Ранее в Кыргызстане конституционный суд регулировался в том числе двумя законами, законом о конституционном суде и конституционном судопроизводстве, двумя раздельными законами. Вот, что, на мой взгляд, я считаю, было правильно, потому что нормы в одном законе были, значит, о статусе суда, суде, актов и так далее. И он имел статус конституционного, а закон о конституционном судопроизводстве просто был закон. И в случае необходимости там можно было внести в более упрощенном порядке изменения. В настоящее время конституционная палата регулируется одним законом. Насколько мы знаем, в Республике Молдова вообще пошли дальше, и у вас имеется кодекс конституционной юстиции, да? Как-то два закона, закон о конституционном суде, как у вас было раньше, получается, и другой закон о конституционной юрисдикции. Это оба закона довольно-таки старые, опять же, где-то с 90-х годов, когда был создан конституционный суд в 95-м году. Они регулируют, в принципе, конституция, закон о конституционной юрисдикции, закон о конституционном суде, который регулирует деятельность и вообще компетенцию и все, что связано с конституционным судом. Но это не принципиально, я бы сказал, потому что это все зависит от, может быть, и один закон. Главное, чтобы в законе предусматривалось гарантии для судей, гарантии прав участников в конституционном судопроизводстве, исполнение конституционных законов, извините, решение конституционного суда. Это очень главное. И зависит уже от специфики государства, будут это два или три закона, либо один закон. Главное, чтобы все это было предусмотрено. Уже зависит вот это то же самое, как и насчет конституции. Сама конституция может быть rigid, очень, как ее сказать, стойкая, либо трудноизменяемая конституция. Это, в принципе, государства, которые в определенных транзитных таких периодах, чтобы не пришли другие к власти, имеется в виду, чтобы не то, что не пришли другие, но чтобы демократические устои устоялись в более протяжительном времени. Есть другие конституции, которые более мягкие, в смысле легче меняются, изменяются. Уже зависит вот этап каждого государства в отдельности, этапа развития государства, что ему, что нужнее, в принципе, иметь то же самое закон, конституционный закон о конституционном суде, либо конституционной палате, либо простой органический закон. Здесь уже вам надо выбрать, что соответствует Кыргызстану на данном этапе развития больше. Спасибо. Нурлан. Нурлан Садыков. У меня вопрос, наверное, к вам, уважаемый министр юстиции. В нашем законе о международных договорах присутствует такая норма, что Верховный суд вправе дать рекомендации правительству, президенту о заключении международного договора. Вот в этом смысле, есть ли у вас такая норма, и как, на ваш взгляд, насколько соответствует такая норма закона, ну, природе правосудия, наверное, что ли? Конституционный суд при проверке, предварительной проверке на предмет конституционности может дать рекомендации... Нет, речь идет не о Конституционной палате, а речь идет о Верховном суде. Что Верховный суд может дать рекомендации президенту и правительству заключить международный договор. Интересно. У нас такого нету, и я не припомню, если честно, такого института, потому что это вопрос целесообразности. И вопросы целесообразности решает парламент для себя и правительство для себя. Я не знаю, как бы у нас было бы... Потому что мне трудно представить для нас. У нас бы, наверное, ну, в крайнем случае, тот опыт, который я имею, около 20 лет работы в разных органах и в правительстве, я был и представителем Молдовы в Европейском суде по правам человека. Я не встречал такого. У нас нету. Ну, по крайней мере, с момента Конституции такого у нас нету. А где это прописано, Нурлан? Молдовы в Европе. О возможности последующего контроля, вот в практике Конституционного суда Молдовы, да? Мы вот тоже, как бы изучая опыт некоторых Конституционных судов, видели, что есть, скажем, также предварительный контроль международных договоров. То есть международные договора, не вступили в законную силу, не вступившие в законную силу, потом уже, может быть, они уже вступили в законную силу уже конкретным актом. И здесь уже было сказано, скажем, например, законом о ратификации. И у меня такой вопрос. Насколько, скажем, существуют риски уже через норма контроль, в данном случае, через рассмотрение закона о ратификации, пересмотреть международный договор? Мы знаем такие случаи, непосредственно такой случай был в практике Конституционного совета Казахстана, когда они, пытаясь осуществить, можно сказать, конституционный контроль над международным договором, но поскольку он уже вступил в законную силу, смогли посмотреть его через закон о ратификации. Насколько такой риск существует и насколько, скажем, действия Конституционных судов в данном случае будут правомерны. Есть такая практика в ваших странах? Было бы интересно послушать. В практике, в моих странах, в самую ситуацию, в абсолютно абстракт контроль над правом. Но в этой решении, в данном случае, есть одна сетка для конституционного контроля над международным договором. Конституционный контроль над международным договором и из-за проверки конституционного контроля над международным договором. и ее ратификация. Процедурная регулярность, и это обстракт контроль лога на ратификацию. И осознание на контексте, на провизионах на контракт, контроль. И следующее, это важно. С лимитами национальной Конституции, национальные принципы или рули, и национальная priority of state. Это роль от Конституционного Курта в Конституционном контроле на интернациональном agreement. В этом случае, Конституционный Курт или Конституционный Крамб не только контроле национальной гражданской не национальной правиле, не национальной. Это интернациональная priority of state. same, same in situation is Germany, same situation in Italy and others. Может быть, тоже, в принципе, у нас такая же ситуация. Если у нас Конституционный суд, в принципе, по-моему, у нас еще не было такого случая, но он бы вышел за рамки. Вышел бы за рамки. У нас есть случаи, не в Конституционной практике, не в отношении международных договоров, но по практике и по судопроизводству Конституционный, Конституционный суд может выйти за рамки требования, когда это связано очень сильно с основным требованием того, кто обращается в Конституционный суд. То есть, я на 100% уверен, если кто-то обратится в Конституционный суд, чтобы признать неконституционный характер определенного международного договора, но не обратился с требованием признать неконституционным законом ратификации, Конституционный суд высказался в отношении обоих. В отношении обоих. И я в своем представлении сослался Инна и, опять же, мой коллега сказала, такая же практика и в других странах. Я 100% соглашусь. Я в своем представлении сослался на решение венгерского конституционного суда 1997 года, который он сказал, что международный договор и закон о ратификации являются составной частью друг друга. И поэтому логично, когда конституционный суд рассматривает, в принципе, конституционность закона либо договора, чтобы он мог высказаться и в отношении второй части. То есть, или закона, или договора. По сути, у нас получается, мы можем осуществлять и последующий контроль международных договоров через закон о ратификации. Да. Пожалуйста, есть еще желающие? Если идти по этой логике, по которой идут многие конституционные суды. Вот то, что. Все, да? Тогда, уважаемые коллеги, позвольте от имени всех участников сегодняшней конференции, от имени Конституционной палаты поблагодарить экспертов Венецианской комиссии, которые сделали очень содержательную презентацию, поделились опытом работы конституционных судов в своих стран относительно того, как проводится экспертиза проектов или международных договоров, не вступивших в законную силу, и вступивших в законную силу. Как эти решения конституционного суда влияют на последующие применения такого рода международных договоров. Какова практика обращения в конституционный суд по такого рода вопросам. Кто может обращаться в конституционный суд. Все это, я думаю, нас обогатило и дало пищу для размышлений в целях совершенствования закона, касающего деятельности, регулирующего деятельность Конституционной палаты. И мы надеемся, что действующие депутаты, будущие депутаты вникнутся в эту проблему и усовершенствуют закон, определяющий порядок рассмотрения международных договоров. Также хотел бы поблагодарить Венецианскую комиссию, которая не отказала в просьбе Конституционной палаты по проведению такого рода конференции, поскольку эта тематика для нас нова, и мы хотели иметь определенный опыт в случае, если будут такого рода обращения. И, конечно же, проект по поддержке Конституционной палаты, который финансируется ПРООНом и Европейским союзом. Поэтому мы выражаем свою признательность вам за организацию такой конференции и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. И поблагодарить всех участников за их активность, за то, что вы были в этой теме, интересовались, задавали вопросы, высказывали свои мнения. Спектр мнений, когда спектр мнений различается, это хорошо, поскольку это позволяет в последующем выйти на оптимальное, правильное решение. И когда нет различного спектра мнений, это плохо. Тогда либо вопрос совсем не проработан, либо вопрос не поняли все участники конференции. Поэтому я вас тоже всех благодарю. И сейчас хочу предоставить слово Светлане Анисимовой. Нет? Тогда Гульмере Мамат Киримовой. Ну, я буду краткой очень. Я тоже хочу присоединиться к Киркенбектову Килычу и поблагодарить всех-всех, кто принял участие на этой конференции, всех, кто делал презентации, всех, кто приехал к нам издалека для того, чтобы поделиться своим опытом. Мы тут увидели очень много нашей собственной экспертизы. Мне кажется, это очень хорошо и очень важно, что такой дискурс был запущен Конституционной палатой совместно с депутатами, совместно с другими представителями государственных органов, поскольку, мне кажется, вот с этой экспертизой, и Лариса Викторовна была очень права, когда говорила, что мы стоим в начале пути, и нам нужно ее развивать, нам нужно повышать вот такого рода конституционализацию в стране, в государственных институтах, вообще среди неправительственных организаций, среди вузов, многие из которых здесь присутствуются. Вот такая вот юридическая наука, такого рода юридические дискуссии, они, мне кажется, содействуют тому, чтобы страна не топталась на месте, страна двигалась вперед. И я очень рада, что мы имели возможность, благодаря такому совместному мероприятию, объединить юридическое сообщество в Кыргызстане, да, потому что таких профессиональных дискуссий, они бывают, но они бывают не так часто. Я думаю, многие юристы, они, ну, есть некий голод, такая некая жажда, да, на юридические профессиональные дискуссии. Я рада, что у нас была возможность вот всех вас собрать, какой-то пробел такой информационный восполнить. Ну и теперь, я думаю, с учетом вот той дискуссии, которая была, мне кажется, открывается новая страница, да, новая страница, каким образом это все укоренить, воплотить. И я думаю, что многие ученые и многие юристы, которые присутствовали здесь, они тоже для себя откроют какую-то новую сферу деятельности, новую экспертизу, да, которую надо, вот, мне кажется, развивать в стране. Так что мы были рады быть маленьким инструментом, маленьким механизмом в этом процессе. Благодарим всех-всех-всех. Я очень рада, что Наталья Викторовна Владимировна к нам присоединилась, что Чулпон Джакопова к нам сюда приходила, и вот она была вместе с нами. Я думаю, что вот когда парламент приступит к своей работе, мы сможем на эти темы, да, дальше продолжить наше общение. И хочу вот на этой ноте вместе с Иркин Табакио, да, пригласить вас всех на обед. Обед уже готов, так что приглашаю всех вас. Приятного всем аппетита. Спасибо. 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 Спасибо.